Ну что, 11 часов. Я тогда начну с того, что... Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья. Спасибо всем, кто нашли время присоединиться к нашему сегодняшнему мероприятию. Сегодняшний вебинар подготовлен, и наша встреча онлайн организована Российской национальной перестраховочной компанией, международной юридической фирмой Simless Legal и Национальной ассоциации страховых аджастеров. Сегодня мы проводим пятый по счету вебинар в серии мероприятий, которые посвящены особенностям страховых рисков и характерных убытков различных объектов страхования. И сегодня он будет посвящен рискам, присущим объектам генерации электроэнергии, а именно тепловым электростанциям. Цель проекта – улучшение понимания рисков, систематизация знаний и подходов к оценке рисков через обмен опытом смежных дисциплин. Поэтому сегодня перед вами выступят… «Риск инженеры, аджастеры и юристы». Сегодня выступать будут Иван Балашов, риск инженер инженерного центра РНПК, Владимир Грачев, главный инженер компании «Лэб», в секции урегулирования убытков Алексей Лебедев, генеральный директор компании «Мэтьюс Дэниел Рус». И юридические аспекты, связанные с тепловой генерацией, нам сегодня расскажет Алла Ряшенцева, старший юрист практики страхования компании «Симлас Лигал». Прошу вас, у кого посмотрите, включены, отключите, пожалуйста, микрофоны, чтобы освободить эфир, чтобы меньше было помех. Вопросы приветствуются. Пожалуйста, пишите в чате. Я, по ходу, по-моему, не вижу выступлений. Но когда выступление наше закончится, обязательно открою чат. И по всем вопросам вместе со спикером мы пройдем и постараемся на все ответить. Итак, передаю слово «Риск-инженерам». Коллеги, здравствуйте. Грачев Владимир. Андрей, пожалуйста, пятый файл. Вот не этот? Нет, пятый. Я вижу первый. От источника до потребителя. Да. Я его демонстрирую. Или не так получается? Я его не вижу. Коллеги, а какой слайд вы видите? Титульный. Теплово-электрические станции. Да, вы что? Я переключаюсь тут активно. Вот, отлично. Теперь видно? Да, да, да. По всей видимости, по всей видимости, когда я включаю демонстрацию, она... Так, пятый, пожалуйста. Да. Да, тогда вот в таком окне будет. Коллеги, мы с Иваном расскажем о том, как происходит путь электричества от источника к потребителю и какие могут быть проблемы на данном этапе. Следующий файл, пожалуйста. Слайд. Да. Электростанция – это энергоустановка или группа энергоустановок для производства электрической энергии. Первые ТЭЦ – тепловые электростанции – появились в конце 19 века. В 1882 году в Нью-Йорке, уже в 83-м в нашем Санкт-Петербурге, в 84-м Берлине, то есть о них известно уже порядка 200 лет. И ТЭЦ – это основной вид электростанции. На тепловых электростанциях источником энергии служат топливо, уголь, газ, нефть, мазут, горючие сланцы, в общем, всё, что может гореть. Топливо сжигается, его внутренняя энергия передаётся пару. Пар направляется в турбины, где кинетическая энергия превращается в механическую энергию вращения вала генератора, которая потом, механическая энергия, превращается в электрическую. Как видите, у традиционных паротурбинных электростанций очень много ступеней. И на каждой ступени эта энергия теряется. Для повышения КПД станции стали оборудовать конденсаторами, где прошедшие через турбину газ используются для первичного нагрева воды. Вода через конденсатор идёт по технологическому кругу, циклу по кругу. И если у нас вода направляется также и на обогрев, то у нас получается ТЭЦ. Ну, КЭС, вот это вот КЭС, это конденсаторная электростанция, исторически называлась совсем не так. Раньше они назывались КАГРЭС, государственная районная электростанция. То есть название происходит от того, что используется местный районный электроресурс, энергоресурс, и станция используется для конкретного энергетического района. Достаточно вспомнить знаменитый план ГЭРЛО, там Каширская, Каширская, Шатурская, Челябинский, ИГРЭС. Затем потеряла значение буква Р. Районные станции стали переделываться в ТЭЦ. Например, Челябинская ИГРЭС превратилась в ТЭЦ номер 4. А теперь очень часто теряется и смысл буквы Г, государственная, то есть электростанция становится частными. При использовании газа, то он уже сжигается, или жидкого топлива. То это топливо сжигается не в турбине, не в котле, а в самой турбине. Вот снимок справа, снимок справа вы... Нет, Андрей, обратно, пожалуйста. Да, снимок справа, вы посмотрите, насколько сократился технологический цикл. То есть у нас газ поступает сразу в турбину и там сжигается. Газовая турбина вращает генератор и КПД таких электростанций достаточно невысок. Всего 27-29%. Поэтому зачастую вот такие вот коротенькие циклы используются как резервные источники электроэнергии для покрытия пиков нагрузки на электрическую сеть. Но после прохождения через турбины у горячих газов температура достигает 550 градусов Цельсия. Мощности у такого газа вращать, быстро вращать ротор у них нет, но они обладают достаточной тепловой энергией для использования в других устройствах. Вот эти вот высокотемпературные газы сжатый пар передает тепло воде в котле. Она начинает кипеть и полученный пар снова приводит в движение вторую паровую турбину. Паровая турбина имеет схожую конструкцию с газовой, но вращается с меньшей скоростью. От 25 до 50 оборотов в секунду у нее она и выглядит больше. То есть лопатки на паровых турбинах могут быть длиннее метров, в то время как у типично газовой турбины они не превышают десятков сантиметров. И опять КПД у паровой турбины тоже порядка 30%. Однако если это сложить этот коэффициент сложить с КПД газовой турбины, то общий КПД у нас может превысить 60%. Следующий слайд. Вот на этих кадрах на этом слайде видно, как визуально отличаются ТЭЦ стандартные газотурбинные электростанции. Для ТЭЦ, которые работают на твердом топливе, большие склады угля, которые транспортируются системой конвейеров в котельный цех, большая железнодорожная система для транспортировки самого угля на станцию. А газовая электростанция гораздо меньше по размерам. Они экологически более чистые. Но вот справа мы видим такие характерные заборные устройства воздуха в виде таких грибков и трубы для вывода продуктов горения. В зависимости от местных условий применяется тот или иной вид электростанции. на электростанциях есть следующее устройство, о которых расскажет Иван. Иван, вам слово. Да, Владимир, спасибо большое. Коллеги, добрый день. Ну, говоря о классических тепловых электростанциях, мы будем оперировать конкретными понятиями из ГОСТов. Что такое котельная установка? Это котел и все вспомогательное оборудование, которое к нему есть, о какой я вам чуть-чуть попозже расскажу. Соответственно, на станциях часто используют термин паротурбинная установка. Это опять же сама паровая турбина и вспомогательное оборудование, ну и так далее. Там, где есть слово установка, мы имеем в виду какой-то основной механизм и вспомогательное оборудование к нему. Различные маслонасосы, вентиляторы, мельницы и так далее. Андрей, прошу дальше. Так, у нас кто-то здесь подключился, я еще раз прошу всех проверить, что у вас отключены микрофоны. значит, что касается видов топлива, которые используют тепловые электростанции для получения электроэнергии. Существует три вида топлива. Первое, это назовем твердые виды топлива, это уголь, это торф, существуют какие-то иногда просто экзотические решения, как какие-то палеты, но это крайне-крайне редко. Жидкое топливо наверху справа, как правило, это мазут, мазут специальный, мазут для тепловых электростанций, вязкий, марки М100. Иногда в качестве жидкого топлива могут применять дизельное топливо. И внизу вы видите две фотографии, это относится к газу. Слева внизу так выглядят газораспределительные пункты электростанций, справа внизу так выглядят газодожимные компрессора, которые используются в газотурбинах и в парогазовых электростанциях, там, где не хватает давления газа в магистральном трубопроводе. Андрей, дальше пожалуйста. Говоря об угольном хозяйстве, об угольном топливе, надо сказать, что это, наверное, самый сложный способ использования данного вида топлива. Дело все в том, что уголь, он не поступает в котел в виде каких-то кусков. Уголь надо приготовить. Для начала уголь, поступая на станцию по железной дороге в полувагонах, через систему конвейеров попадает на склад угля. Склад угля у нас обозначен условно говоря цифрой 6. Уголь обязательно сначала должен попасть на склад. Мы можем по технологии зарядить его и дальше, но энергетики этого не делают никогда. Для чего? Это делается для того, чтобы сначала использовать тот уголь, которым привезли первыми, чтобы он не слеживался. а тот, который привезли последним, он и пойдет в цикл последний. После того, как уголь попал на склад и вернулся со склада на систему ленточных конвейеров, он поступает в дробильное отделение, где происходит первичное дробление этого самого угля на куски мелкой фракции. И дальше на цифру 11 он у нас через узел пересыпки попал в ленточный конвейер главного корпуса, где происходит его дальнейшее распределение по электростанции. Андрей, прошу вас. Спасибо. В пределах электростанции продолжается подготовка угля к сжиганию. Пройдя по ленточному конвейеру, уголь распределяется в бункеры сырого угля. В этих бункерах сырого угля уголь начинает прежде всего просушиваться, потому что он поступает с улицы, может быть дождь, может быть грязь, может быть все, что угодно. Нам нужно сухое топливо. Уголь сушится там горячим воздухом. Откуда мы берем горячий воздух? Мы берем горячий воздух с помощью вентиляторов, которые забирают его из улицы и пропускают его через поверхностные теплообменники, расположенные в шахте котла. Так называемые воздухоподогреватели. И вот этим вот горячим воздухом, который забирает тепло от уходящих газов из котла, мы этот уголь немножечко подсушим и дальше отправим его в шаровую мельницу. Вот там уголь уже измельчается окончательно и превращается в самую настоящую пыль, которая попадает у нас в бункер пыли. Это и дальше из бункера пыли через специальное устройство, которое называется питатель котла. Эта угольная пыль смешивается с воздухом и вот в таком виде пыль и воздушная смесь уже вдувается в котел, где происходит ее сжигание. Так готовится твердое топливо. Андрей, дальше пожалуйста. С жидким топливом тут чуть-чуть все попроще. Топливо приходит к нам в цистернах, мы его через приемно-сливное устройство заливаем в баке хранения, дальше подвергаем сначала грубой очистке, это фильтр по цифре 6, поднимаем немножечко давление топлива, прогреваем его, вот теплообменник цифрой 8 обозначен, это паровой теплообменник, дальше снова фильтруем уже на фильтрах тонкой очистки и насосами высокого давления, которое у нас обозначено цифрой 10, мы его подаем к котлу, где уже в пределах котла это топливо смешивается с паром и вот такая вот в виде мел и получается мелкий, мелкодисперсный такой прям ну чуть ли не туман мазутный и который опять-таки подается уже в топку котла, но самое интересное, что этот мазут он потом может также от котла вернуться, то есть вот цифра 12, видите зеленая пунктирная линия, у нас идет обратная линия этого мазута, тот мазут, который не попал в котел, он вернется назад, для чего? для того, чтобы здесь дело в том, что мазут вообще является резервным видом топлива, и если просто так поддерживать давление мазута в тупиковой линии, он в районе котла попросту остынет, поэтому нам нужно обеспечивать постоянную его циркуляцию и подогрев, чтобы все время около котла в готовности был горячий мазут, который в случае чего можно подать в котел. Спасибо. Ну и с газовым топливом проще всего здесь обходится. Приходит магистраль, газ проходит через систему фильтров, газ проходит через редукционные устройства, если мы говорим о паровых котлах, которые работают на газу, там нам нужно низкое давление, либо вместо этих редукционных устройств у нас будут стоять газодожимные компрессора, если давление газа в трубе не хватает нам для того, чтобы подать его дальше на газовую турбину. И все, здесь никаких подогревов, ничего у нас больше нет. Вот как готовится топливо для всех трех его видов. Смотри, дальше, пожалуйста. Теперь кратко проговорим об основных угрозах, которые присущи тепловым электростанциям. Ну, в первую очередь это пожары. То, что вы видите перед собой, это конвейерная лента подачи угля на угольный тест. Сам по себе уголь вот в виде кусков, который он здесь идет, это лента, которая идет от склада, он в принципе гореть, не загорится, его даже поджечь еще очень трудно. Но там постоянно скапливается угольная пыль, которая возникнет там неминуемо. куски трутся друг от друга, от первичного дробления что-то уже такое у нас появляется. И вот эта угольная пыль является самой главной угрозой для всех галерей топливоподачи. Я стрелкой показал вам, как один из примеров это спринтлерное пожаротушение, а рассители расположены прямо над лентами, над конвейерными лентами. Ну, это, наверное, самый хороший способ. Существуют более экзотические вещи, например, на некоторых станциях я видел, как пытаются, предполагают, как предполагают тушить это все дело паром. Дескать, пар будет вытеснять кислород и таким образом горение задавит. Но водяные установки пожаротушения наиболее эффективны именно для галерей топливоподачи. Дальше, пожалуйста, Андрей. То, что вы видите перед собой, это пожар как раз на угольной тепловой электростанции. Это углегорская ТЭС, которая расположена на Донбассе. Вот что бывает, когда воспламеняется угольная пыль. У этой станции несколько интересная структура, чуть-чуть отличается от той, которой я вам рассказал, когда говорил про подготовку угольного топлива. У них там уголь сразу измельчается в пыль и по магистральному пылепроводу распределяется уже по котлам. То есть, не дробится в пыль для каждого котла отдельно, а сразу заготавливается на всю станцию. Вот что случилось, когда оперативный персонал по ошибке раскрыл смотровой люк на этом пылепроводе. Уголь вылетел угольная пыль она же терлась даже просто вот в месте выхода ребра этого пылепровода. Одна искра и был очень серьезный пожар в котельном отделении этой электростанции. Но чаще всего, конечно, на угольных самыми пожароопасными зонами в топливном хозяйстве являются именно конвейерные ленты топливоподачи. Давайте дальше, Андрей. для жидкого топлива тоже угроза пожара это не пустой звук. Хотя в целом мазут, который хранится на тепловых электростанциях в баках даже в расходных или в баках хранения, где температура мазута еще ниже, чем в расходных баках, там угроза возгорания не такая сильная, но вот в насосной, которая справа вы видите, там у нас уже циркулирует мазут горячий, он становится очень жидким, и поэтому протечка мазута и попадание его на какие-то горячие поверхности может вызвать реальный пожар. Но на всякий случай автоматическими установками пенного пожаротушения защищаются и резервуары мазута. То, что вы видите на левой картинке, я стрелкой показал, это вот как раз пеногенератор. а мазутные насосные защищаются вот слева и справа вы видите, тоже стрелками, это тоже пенопроводы, через которые подается пена в случае возгорания на самой мазутной насосной. Давайте дальше, Андрей. пожары случаются не только в топливном хозяйстве, пожары случаются прямо в котельном отделении, то, что вы видите перед собой, это фотография сверху на то, что осталось от котла блока 800 мегаватт березовской грязи. Пожар там случился в 2016 году и суммарный им ущерб имуществу плюс перерыв в производстве ущерб составил почти 26 миллиардов рублей. Это был один из самых крупных убытков на тепловых электростанциях. Как там могут возникнуть пожары? Ну, там, например, может раскрыть мазутопровод в пределах котла. Мы же говорили с вами о том, что мазут там циркулирует постоянно и он горячий. И если какое-нибудь фланцевое соединение не выдерживает, вот вам, пожалуйста, опять же, одно возгорание и дальше процесс развивается по очень тяжелому сценарию. может загореться и угольная пыль в пределах котельного отделения. Особенно это характерно для старых электростанций, где оборудование изношенное, где пыли этой скапливается очень и очень много. Пожары характерна угроза для турбинных отделений электростанций. то, что вы видите перед собой, это машинный зал сургутской ГРЭС-2, самой мощной тепловой электростанции в России. Это так выглядит турбина с генератором мощностью 800 мегаватт. А теперь посмотрите, во что это все превратилось однажды. Бригада допустилась на маслосистему турбины и ее раскрыли. Оказалось, маслосистема находится под давлением и масло там в ней было теплое. Воспламенение масла в результате пожар в турбинном отделении с обрушением кровли. Поэтому что для этого нужно делать? Эти вещи необходимо каким-то образом защищать. Обычно на практике главные маслобаки паровых турбин или главные маслобаки газовых турбоустановок они защищаются стационарными установками водяного пожаротушения. Вот красный трубопровод, который идет над главным маслобаком. Существуют более жесткие требования, которые мы тоже иногда встречаем у нас в Российской Федерации. Это требования стандартов НФПА американских, которые выполняются при поставке газовых турбин зарубежного производства. Там система водяного пожаротушения расположена не только над маслобаками, вообще над всеми элементами маслосистемы, над маслонасосами, над маслопроводами. Обвешивается спринклерами прямо-таки все. Но это характерно в основном именно для газовых турбин западного изготовления. Дальше, пожалуйста, Андрей. Поломка машином механизмов. Паровые турбины, генераторы, газовые турбины имеют вращающиеся части, которые вращаются с огромной скоростью. На классических тепловых электростанциях скорость вращения вала турбина составляет 3000 оборотов в минуту. то, что вы видите, это все, что осталось от машинного зала Каширской ГРЭС после того, как на полном ходу разлетелся ротор генератора. Там, в этом роторе, машина была уже довольно старая, в этом роторе возникли усталостные трещины, как выяснилось потом, которые не уловили при очередном ремонте. В результате на полном ходу разлетелась сначала генератор, вслед за ним тут же пострадала турбина, но цилиндр, кстати, как вы видите, он еще цел, а вот генератор разлетелся в клочке. Отдельные куски генератора потом доставали с улицы с открытого распредустройства. Возник пожар, из-за пожара обрушилась кровля машинного зала. То есть всегда, давайте так, вот при пожаре очень серьезный момент, что может всегда рухнуть кровля. Но в данном случае, как ни странно, это сыграло хорошую роль, потому что рухнувшая кровля, она просто прибила этот пожар, как мне рассказывали работники Каширской Гресс, когда я у них там был. Давайте дальше, пожалуйста. Значит, как защищаться от пожаров, пока я не перешел к следующему слайду. Самое важное, что нам нужно здесь сделать, что мы можем сделать, это обеспечить устойчивость строительных конструкций, машинного зала. Что для этого предпринимается? Во-первых, очень часто все металлические несущие фермы, балки, прогоны и так далее обрабатываются специальными огнезащитными составами для того, чтобы увеличить их стойкость на какое-то время. вторым способом, который применяется для сохранения устойчивости строительных конструкций, является их оснащение системами водяного орошения. Но тут очень важно правильно ее спроектировать, чтобы обеспечить необходимый расход воды. И очень важно ее правильно включать в работу. Как правило, они включаются в ручном режиме, у них там нет датчиков, которые запустят в автоматик. И можно опоздать. Металлические конструкции могут разогреться до такой степени, что капли просто не будут до них долетать, они будут испаряться на пути к ним. Вот как с этим борются. Взрывы. Взрывы присущи электростанциям, которые используют в качестве топлива газ. То, что вы видите здесь на картинке, все, что осталось от тепловой электростанции Clean Energy, которая строилась в штате Коннектикут в 2010 году. Здесь полностью вина строителей и наладчиков, которые на ней работали. К ней уже был подведен газ. К ней от газораспределительного пункта уже были проложены газопроводы. Газопроводы перед тем, как их закрывают и соединяют с газопроводами в пределах котла, их необходимо продуть, чтобы выйдуть из них высоким газом высокого давления всякую окалину, мусор какой-то, ржавчину, которая там может оказаться. И после этого уже только газопровод сдается. На этой электростанции наладчики, не знаю зачем, в качестве продувочного агента использовали природный газ, который к этой же станции и подходил. Вывод трубы, которую они продували, а труба была на улице вся, вот открытый кусок этой трубы, он у них торчал прямо напротив ворот машинный зал электростанции. Мало того, что они газом натолкали внутрь главного корпуса, они еще не запретили никаких работ внутри его. А когда станция строится, это сварка, это отрезные машинки, это искры, все, что осталось. Один хороший взрыв, стекла вылетали в радиусе нескольких километров. Дальше, пожалуйста, Андрей. Взрывы можно устраивать прямо внутри котла. Это делается очень легко, если котел неправильно продувается, и если оперативный персонал опаздывает с его растопкой, и внутри котла создается взрывная концентрация газа. Так случилось во время пусконаладки водогрейного котла на Дягилевской ТЭС АО Квадро. Видите, во что превратился котел? Друзья, это еще маленький котел, это всего лишь водогрейный котел, пиковый бойлер, который включается в работу, когда теплофекционной способности станции не хватает, и вдруг морозы ниже ожидаемого. А представьте, какой взрыв хороший можно устроить в хорошем энергетическом котле, высота которого будет достигать 40 или 50 метров. Поэтому за этим делом тоже нужно следить, как следят за этим делом. прежде прежде всего на нормальных станциях, там, где безопасность это не пустой звук, датчиками до взрывных концентраций природного газа обвешиваются районы горелок котлов, потому что там больше всего всяких фланцев, задвижек, регуляторов и всего прочего. иногда датчики до взрывных концентраций устанавливаются даже под крышей котельного отделения, там, где газ может скопиться. Обязательно датчики метана ставятся в газораспределительных пунктах и в укрытиях под кожухами газодожимных компрессоров. Здесь надо только ловить. Дальше, пожалуйста, Андрей. природной опасности существует то, что вы видите, это опять флагман российской энергетики сургутская ГРС-2, которая дважды умудрилась наступить на одни и дежи корабли, допустив такое скопление снега у себя на крыше, что вся эта крыша у них обвалилась вниз. Снова турбинное отделение. Им там они уже видимо не привыкать. Причем что интересно в этом случае, после первого обрушения в 2008 году они поставили себе на крышу мерные линейки, по которым оперативный персонал, периодически забираясь туда, ходил и мерил, проверял, сколько снега там скопилось. Ага, надо чистить. Хорошо, чистили. Ну, то ли с линейками пошло что-то и так, то ли забыли проверить, то ли снегопады какие-то были, а может быть как вариант снега скопилось достаточно, может быть еще и немного, но потом, например, наступила оттепель. А снег, как вы знаете, это субстанция весьма гигроскопичная. Она влагу набирает из воздуха за здрасте. Очень плохо зимой обрушить кровлю на электростанции. Почему? На тепловой электростанции стоит куча устройств тепловой автоматики. Это называется сокращенно КИП, контрольно-измерительные приборы. Все эти электроконтактные манометры, электроконтактные термометры, которые меряют давление, температуру и все прочее, они присоединяются к трубопроводам к своим маленькими тонкими трубками. Они называются импульсные трубки. Раскрыл тепловой контур на электростанции, переморозил эти трубки рано или поздно, если на улице минус 20, минус 30. Станция становится полностью неуправляемой. Ее оперативному персоналу необходимо очень быстро сажать на ноль вручную, иначе жди беды. Едем дальше. Андрей, пожалуйста. Землетрясение сейсника это вообще отдельная история для нашей электроэнергетики. Вот эта вот картинка, которую вы видите перед собой, люди инженерного нашего полку, которые здесь присутствуют, прекрасно знают, что это такое. Это выдержка из стандарта СП-14 строительства в сейсмических районах, а конкретно приложение к нему карты общей схемы районирования, которые показывают, для каких строений какая расчетная сейсмичность должна приниматься. если открыть этот стандарт СП-14 то мы можем увидеть, что для особо опасных и технически сложных объектов должны приниматься карты С, то есть наивысшая сейсмичность. Все электростанции мощностью 150 мегаватт и выше относятся к данным устройствам. В чем тут история? Андрей, переключите на следующий слайд, пожалуйста. Вот как развивались эти наши СНИПы. Слева у вас СНИП 69-го года по строительству в сейсмических районах. Самая правая картинка это СП-14 актуализированная версия СНИП 81-го года. По мере развития вот этих документов во-первых пересматривалась сейсмичность района. Во-вторых, когда внедрили СП-14 в него ввели новые расчетные коэффициенты для определения устойчивости зданий и сооружений к сейсмическому воздействию. И поэтому то, что проходило даже по СНИПу 81-го года не обязательно будет проходить по СП-14 по землетрясению. Но все бы было бы так хорошо если бы ни одно но вот этот самый СП-14 это документ во-первых только про строительство он же не говорит про эксплуатацию в условиях повышенной сейсмичности он определяет только требования к строительству а во-вторых вот так красивая табличка которую вы все видели она в этом стандарте вообще не обязательна к исполнению в этом СП-14 есть только ряд пунктов которые носят обязательный характер один из этих обязательных пунктов гласит следующее при строительстве в сейсмическом районе с ожидаемой интенсивностью более 6 баллов необходимо проводить сейсмическое микрорайонирование и определять расчетную сейсмичность по месту а вот эти вот красивые цифры это ну хотите применяйте а нет так никто с вас ничего не спросит а ведь еще до этого а ведь еще существовали новые карты ОСР-2016 которые вообще у нас правительство отменило потому что если бы приняли их то у никого никаких бы денег не хватило на эти стройки и кстати и добровольность применения этого СП-14 это тоже ноги растут именно оттуда не хотите да не надо ради бога может дешевле получится провели сейсмическое микрорайонирование замечательно у меня был один пример когда по результатам сейсмического микрорайонирования дали две цифры интенсивности землетрясения одна это 8,4 балла а вторая с учетом техногенно измененного грунта и проектных решений 8,6 балла разница в две десятки но эти цифры они округляются математически да в ближайшую сторону и получилось хотите у вас 8 баллов хотите 9 заказчик сказал хотим 8 потому что на 9 нам будет дорого очень серьезный момент многие электростанции особенно например хочу подчеркнуть русгидро как одна из основных генерирующих компаний они проводят пересчеты постоянно пересчеты с выходом новых норм и правил а многие старые электростанции этого не делают Андрей прошу дальше что касается сценариев убытков ну у каждой давайте так у каждой страховой компании есть свои подходы к расчетным сценариям но если говорить о пожарах то максимально возможный убыток это пожар в маслосистеме турбины с разрушением маслобака и разливом масла например в качестве нормального ожидаемого убытка это то когда все работает это пожар в галерее топливоподачи или взрыв там в камере сгорания газотурбинной установки но при этом срабатывают защитные системы пожаротушения точно так же и по поломкам самая страшная поломка машин и механизмов это то что вы видели на примере коширки на такую же историю наткнулась ревтинская грез например у них разлетелось бантажная коррекционно вращающейся машине там не спасает от таких вещей ничего там идет полный разнос а в случае нормально ожидаемого убытка когда обрывает лопатки у турбин по каким-либо причинам там вообще должна работать защита от повышения вибраций которая сразу же отключает машину от сети ну и соответственно стихийные бедствия там где есть высокая сейсмика мы смотрим прежде всего на то по каким стандартам эта станция строилась и какое ожидаемое расчетное землетрясение там может возникнуть даже по тем картам ОСР-2015 которые никак не обязательны для применения в нашей стране но других то у нас нет а мы должны от чего-то отталкиваться дальше пожалуйста что в настоящее время затрудняет работу риск инженера раньше до февраля прошлого года все страховые компании риск инженеры страховых компаний пользовались картами природных опасностей которые распространяло либо Мюнхенское перестраховочное общество Мюнихре либо Швейцарское перестраховочное общество Свицере многие перестраховщики западного образца которые находились здесь на территории России использовали собственные наработки сейчас все эти карты для россиян больше недоступны в результате мы потеряли некоторые моменты мы потеряли детальные карты градобития в целом град это не очень сильные угрозы для тепловой электростанции но оценить эту угрозу риск инженер все равно обязан у нас нет детальных карт грозовой активности гроза это достаточно серьезно хотя опять же наши правила устройства электроустановок и руководящие документы в области грозозащиты они предусматривают достаточную защищенность тепловых электростанций от ударов молнии очень серьезен стал момент с ценовой неопределенностью цены на основное оборудование растут какими-то просто семимильными шагами в 2019 году тепловая турбина теплофикационная турбина мощностью 120 мегаватт стоила 1 миллиард рублей в 2022 году она уже стоила 2 миллиарда 100 миллионов рублей пару недель назад я видел технико-коммерческое предложение в одной электростанции про ту же самую турбину 4 миллиарда рублей вот так растут цены на основное оборудование в современной России а нам надо каким-то образом рассчитывать максимально возможные убытки а мы как риск инженеры рассчитываем максимально возможные убытки основываясь на восстановительной стоимости ну и последний момент про него расскажет подробнее наверное даже Алексей Валерьянович это то что импортное оборудование на котором мы так молились все эти газовые турбины газодожимные компрессора распредустройство Siemens там я не знаю что еще которым нам с радостью поставляли из-за рубежа и нас же подсаживали над сервисные контракты теперь становятся неремонтопригодными в силу того что не найти всех запчастей на эти турбины вот Алексей Валерьянович богатейший опыт в регулировании этих убытков поэтому тут я уже дальше передам слово ему ну и в заключении вот это та же летание которую мы с Владимиром поем на протяжении уже нескольких семинаров риск инклеймс что нужно делать правильное проектное решение понять в каком климате работаем как правильно проконтролировать строймонтажные работы и правильно подготовить персонал и нормально ремонтировать оборудование Алексей Валерьянович прошу вас принимайте бразды Да Иван спасибо большое заводные заводные слова так ну так следующий слайд Андрей включил да ключевое ключевое собственно говоря момент ну такая сплава электростанции как уже коллеги сказали ключевой принцип сплава электростанции нам нужно перевести энергию из нагретого вещества которое физики называют рабочее тело в механическую энергию вращения генератора потому что генератор электрическая энергия создает за счет того что у нас проводящий проводник вращается в магнитном поле при этом возникает электродвижущая сила и на этом основан принцип еще раз принцип основной нужно нагреть по большому счету два вида рабочих тел существует это либо пар нагретая вода либо непосредственно выхлопные газ при сгорании сгорание газа это уже ГТУ вот в принципе здесь на схеме представлено ГТУ простого цикла и на ней фактически ключевые элементы обозначены генерация у нас возникает в генераторе генератор должен вращаться со скоростью 50 оборотов в секунду чтобы частоту обеспечивать турбина вращается с большей скоростью поэтому редуктора используются в ГТУ непосредственно сгорание происходит камера сгорания и более скажем таком классическом варианте когда рабочим телом является пар у нас нету камеры сгорания у нас есть котел который нагревается который нагревается ну и коллеги в первую часть презентации достаточно много рассказали по вариантам нагрева нагревать на самом деле можно много чем можно нагревать сжигая уголь можно сжигать мазут можно сжигать газ то есть просто газовые горелки что называется греют воду но есть еще совсем как бы специфический вид теплового нагрева это сжигать уран можно но у нас атомные электростанции тепловыми не называют хотя по сути это тот же котел который греет греет ну сначала первый контур а во втором контуре у нас греется непосредственно уже вода для того чтобы перегретый пар образовать принцип еще раз то есть у нас получается из основных элементов базовых которые в принципе обеспечивают работу ТЭС это генератор турбина ну и дальше там уже специфические где-то есть компрессоры где-то нет компрессоров и собственно говоря место где сгорает это либо котел либо камера сгорания это вот скажем для того простого цикла на следующем слайде есть уже специфические то есть основные как бы технические решения они по большому счету крутятся вокруг того чтобы максимально утилизировать то тепло которое возникло ну и собственно говоря если на первой схеме там сгорело сгорело топливо прокрутило турбину и дальше вылетело в трубу то уже в следующем технологическом развитии за этот горячий воздух используется проходящий из-за утилизатора и собственно говоря с которых снимается тепло и это тепло потом поступает тоже генерируется пар и соответственно еще и паровая турбина задействуется и за счет такого двойного контура максимально обеспечивается съем тепла и возврат кинетической энергии молекул нагретых для того чтобы заставить крутиться генератор в конечном итоге ну собственно говоря на следующем слайде представлен вершина вершина инженерной мысли по хорошему исторически исторически конечно все шло от того что использовался классические паровые паровые турбины это более простой вариант не было достаточной не знаний не технологий не материалов для того чтобы сделать ГТУ но в чем в чем суть состоит газотурбиновые установки в том что у нас сжигание происходит непосредственно в камере сгорания за счет этого повышается температура газов чем выше температура газов надо еще тоже запомнить ключевой вопрос чем выше температура рабочего тела тем выше КПД и поэтому все старания инженеров они сводятся к тому что температуру рабочего тела нужно как можно выше повысить с тем чтобы повысить КПД когда мы непосредственно сжигаем камеры сгорания и сразу попадает на силовую турбину то собственно говоря у нас нету потерь посвенных когда у нас пар идет по магистральным паропроводам чем меньше чем меньше этих промежуточных этапов тем выше КПД инженерная ношель об этом но в ГТУ два момента в ГТУ есть компрессор перед тем перед камерой сгорания потому что что важно для ГТУ для ГТУ очень важно равномерность горения равномерность горения факел горения это специальная инженерная задача чтобы обеспечивать необходимое давление давление воздуха чтобы он был равномерным как только возникают дисбалансы любые дисбалансы приводят к лишней вибрации и вибрация это приводит собственно говоря рано или поздно к поломкам гибели и поэтому очень важно там очень важно как бы контролировать качество горения качество горения а для того чтобы горение было опять же нужно соблюдение стихометрии чтобы достаточно было окислителя для сжигания соответственно компрессор он тоже выполняет две функции он во-первых обеспечивает необходимый приток воздуха слышь кислорода в камеру сгорания а во-вторых он как бы обеспечивает соответственно напор напор воздуха чтобы давление было соответствующее но на следующем сайде показаны для лучшего представления масштабы масштабы этих промышленных промышленных турбин то есть вот можно с человеческим ростом сравнить очень хорошо видно вот с левой стороны это компрессорные лопатки а вот с правой стороны это гратиловые силовые и заметно что первые ступени силовых они беленького цвета это собственно говоря в керамике они в керамике в теплозащитной потому что там очень высокие температуры и специальные технические решения используются ну во-первых просто для того чтобы обеспечить защиту металла от воздействия высоких температур кроме того эти лопатки достаточно конструктивно сделаны пустотелами предусмотрен внутренний воздухообмен для того чтобы охлаждение организовывать их охлаждение и в общем изготовление лопаток это отдельная специфическая научная задача потому что необходимо лопатки они взаимосключающим требования должны соответствовать это во-первых долговечность в тяжелых нагруженных условиях в условиях постоянной циклической нагрузки вибраций и достаточно таких стильных центробежных ускорений и при этом как бы они должны обеспечивать как минимум то есть для промышленных турбин нормальным сроком капремонта является либо 25 тысяч либо 33 тысяч эквивалент часов но инспекция ну тоже как бы все производители стараются увеличить сроки проведения инспекции но в среднем от 4 до 8 тысяч часов происходит остановка для того чтобы проконтролировать техническое состояние пробовать поймать какие-либо негативные процессы которые происходят в турбине посмотреть есть ли там трещины потому что вот на следующем слайде ну представлен классический сценарий у меня дальше пойдут слайды в принципе по частоте реализации событий то есть вот условно говоря случаев когда у нас летает лопатка там в проточной части ну случается я не могу сказать десятки но не менее не менее десяти наверное случаев в год происходит когда у нас лопатка в силу разных причин причем вот это лопатки видно не не силовой турбина это компрессорная без теплозащиты то есть они более простые там и литые то есть отлетает лопатка и дальше учитывая те скорости вращения она попадает в следующий в следующую ступень там гробится ломится там пыль и стирается самое смешное что конструктивные решения такие что даже после таких отлетов турбины могут работать в пределах допустимых вибраций то есть бывает так что в процессе эксплуатации лопатка улетела потом энергоблок встал на инспекцию турбину смотрит бороскоп он смотрит опаньки а лопатки то и нету ну и там и на ступенях там какие-то забоины зазубрины как бы прошло по вибрации ну в принципе в допустимых пределах поэтому события часто последствия в принципе ну по стоимости я там отдельно потом в конце как бы скажу но в целом это не критичное событие когда есть возможность быстрой поставки запасных ступеней либо лопаток там и ключевой вопрос конечно зависит от того ну обычно мы как выточники решаем два вопроса что явилось причиной события и собственно говоря цена причина события чаще всего ну два две основные как бы версии это либо какие-то внешние прилеты либо ну инородные тела так называемые причем инородные тела компрессор обычно попадают зачастую через воздухозаборники несмотря на то что там все воздухозаборники имеют мехфильтры сетки тем не менее прилеты бывают причем очень важно тоже нюансов на самом деле очень большая тема вот про тепловые электростанции нюансов очень много различных потому что один из нюансов что даже лед может образовываться особенно где холодная эксплуатация арктическая там очень важно чтобы воздух поступал сухой чтобы не было потому что лед он тоже прилетает любое механическое воздействие на лопатки оно может оказать закритическое воздействие потом из-за народных тел зачастую бывают оставляют ремонтники какие-либо отвертки болты гайки тоже это прилетает ну и в принципе зачастую может быть собственно говоря просто слом лопатки в силу износа некачественного исполнения некачественного восстановления потому что лопатки как я уже сказал достаточно такой инженерно сложный объект поэтому зачастую зачастую стараются максимально увеличить срок их службы и существуют собственно методики восстановления этих лопаток но не каждый подрядчик в состоянии выполнить восстановление качественно и иногда пропускают вещи это зачастую частое событие следующий уже сценарий тоже лопатки но это уже в силовой турбине видно что у нас тепло в керамике лопатки там вариантов прилетов меньше внешних потому что для того чтобы прилетело в силовую турбину нужно чтобы что-то инородное спокойно смогло пролететь через ряды через ступени компрессора что маловероятно чаще собственно говоря там возникают нюансы какие-то либо уже какая-то эрозийная эрозийный износ когда эта пыль прилетает механическая эта механическая пыль начинает воздействовать вот здесь классический пример видно вот эти эрозийные износы и причем это достаточно ну представься аббазив начинает постоянно воздействовать основная проблема даже не в том что изнашивается защитное покрытие основная проблема что забиваются входные отверстия охлаждения и в результате этого начинают лопатки перегреваться перегреваются лопатки дальше уже ломаются и понятно что уже вылетает вылетают в ступени силовой турбины следующий слайд тоже силовая турбина но вот уже керамика не не с лопаток а собственно говоря камера сгорания керамика крепится тоже на специальных шарнирах тоже эти шарниры не всегда выдерживают вибрацию потому что вибрация понятно что когда у вас вращается вращается по скорости тряпичных оборотов в минуту а бывает и выше такая вибрация приводит к тому что любые соединения начинают расшатываться вылетая в случае вылетого лопат керамики тоже были соответственно повреждения вот видно это это очень классическая схема здесь на этом слайде представлены уже не лопатки а горелка это тот случай когда прогорела горелка в результате собственно говоря пошло пламя пламя не не проектное в результате опять же там перегрев и дисбаланс дисбаланс и проблемы тут следует отметить что такая физическая тема в нынешних условиях она уже наверное менее актуальна но тем не менее вот уже Иван упомянул о сервисном контракте долгосрочном и собственно говоря в взаимодействии производителей эксплуатантов очень часто очень часто ну то есть классическая схема при поставке ГТО она заключается в том что вы покупаете ГТО и следом вы приобретаете долгосрочный контракт на обслуживание ну делается все для того чтобы долгосрочный контракт у вас был потому что в этом случае у вас как бы дешевле поставки как бы регулярное обслуживание ну и экономически как бы рентабель при этом зачастую зачастую производитель говорил о том чтобы лучше мне отслуживать я хочу получать телеметрию с вашей станцией и собственно говоря вопрос заключается в том что есть два уровня телеметрии есть уровень телеметрии эксплуатанта когда собственно говоря эксплуатант контролирует основные параметры вибрацию температуру какую-то основную а есть а есть условно говоря телеметрия более глубокого научного характера которая вроде бы как для эксплуатанта не особо нужна но эту телеметрию собственно говоря производители писали писали для того чтобы для любого изготовителя очень важно получать практический опыт работы турбины в каких режимах она эксплуатируется особенно коллеги у кого микрофон включи пожалуйста да телеметрию пишут изготовители исходя из телеметрии они потенциально видят в том числе когда когда нарушается режимы горения когда нарушаются режимы горения но фактически об этом имели место прецеденты когда условно говоря возникал спор насколько событие там со словом лопат было предсказуемым непредсказуемым потому что условно говоря было понятно что изготовитель эту информацию о том что критичное ну событие приближается он эту информацию обладал а эксплуатант имея ограниченные данные управленческие по работе турбины он этих сведений не видел в настоящее время но понятно что у нас со всеми недружественными изготовителями такой режим уже давно прекращен телеметрию очень многие страхователи не передают но тем не менее за те 20 лет за те 20 лет пока наша энергетика переводилась на западные ПГУшки и ГТУшки ну понятно что производители этого оборудования получили бесценный опыт работы турбин в различных режимах который нам в настоящее время конечно этого опыта явно не хватает для отечественных производителей оборудований так следующий слайд так это вот то что мы говорим о режимных газовых компрессорах тоже достаточно капризная штука оказалась капризная штука очень требовательна как к обслуживанию так и к порядку запуска тоже ну основные два момента либо действительно прилеты приреты народных тел либо сухие газовые уплотнения запускается персонал эксплуатирующих неправильно неправильно их запускал в итоге в итоге очень часто бывает что без масла и неживучая неживучая техника в том плане что они не переносят это в принципе и вылетает режимной компрессор проблема основная с точки зрения ПД это не настолько критично с точки зрения BI обычно это просто приводит к существенным задержкам но в рамках данной презентации мы BI не затрагиваем я стараюсь не затрагивать поэтому буду говорить следующий слайд это вот уже паровые турбины если то есть видно по сравнению с ротором ГТУшки видно что компрессора как-то колония то есть здесь одна большая силовая турбина но единственное что понятно что силовые турбины они здесь конфигурация на несколько другая несколько другая и собственно лопатки последних ступеней они достигают больше метра как уже Владимир сказал что-то с паровыми турбинами происходят примерно такие же поломки как и на компрессорах то есть прилеты лопаток но тем не менее вот на следующем слайде покажу да вот это последствия когда когда разгоняется то есть когда на полной скорости то есть в принципе в большинстве случаев когда у нас лопатка вылетает за корпус за корпус турбины ничто не выходит вылетает проточная часть плохо или хорошо там может быть одна ступень может быть несколько ступеней но бывают случаи не частые но два-три за десятилетия как бы бывает когда происходит с разрушением корпуса и последствия конечно да тут картинок не полное количество но просто видно что в ближайшей округе собственно говоря все разнесено там даже один один в данном случае даже один кусочек улетел в кровлю и в крыше дырка преобразовалась слава богу никого из людей в зале не было практически там все что было на верхней отметке все размолотило к счастью не было пожара то есть в принципе понятно что там все эти маслостанции все внизу было масло не потекло сгорания не было слава богу такие случаи бывают следующий слайд тоже специфический специфический вариант тепловой электростанции газопоршневой но понятно что это не такой сетевой не крупный то есть опять же надо просто иметь ввиду что очень многие производители и когда вы производите анализ рисков на предприятиях очень многие предприятия используют выгоднее получается внутренняя генерация внутренняя генерация дешевле чем покупать внешние употребители и для внутренней генерации в том числе используются газопоршневые установки ну это фактически двигатель внутреннего сгорания с поршнями просто топливом является не бензин и не дизель а газ собственно говоря но вот тоже видно собственно говоря на картинке слева вот эта левая часть опять же это генератор а правая часть вот этой установки это клапан цилиндры в которых происходит сгорание основная как бы наиболее дорогая наиболее дорогая часть здесь коленвал который собственно говоря обеспечивает вращение генератора ну да и в общем проблем тоже возникает за счет того что достаточно такие требовательные части отслуживания установки но с другой стороны если отслуживать корректно вовремя и все необходимое делать в принципе это работает для споршневой установки сейчас китайцы очень много поставляют я так уже смотрю что китайские есть модели которые пользуются достаточно хорошим спросом и вроде как показывают неплохие показывают для надежности так следующий слайд мы перешли плавно от турбин и собственно говоря компрессоров к другому важному элементу любой тепловой электростанции это генераторы ну в генераторах вообще самая распространенная вещь это короткие измыкания короткие измыкания в основном это связано опять же с износом изоляции износ изоляции происходит как в силу устаревания так и в силу механических воздействий потому что тоже есть вращающиеся элементы есть вибрация есть перетирание но и опять же есть температура чем когда электрический ток образуется возникает разогрев и свойства теплоизоляции изоляционные свойства тоже зависят от температуры от температуры потому что при определенных температурах начинает вести себя изоляция плавится подгорать нормальная температура до 80 градусов в статоре то есть при 120 там уже возникать необратимые вещи сценарий примерно одинаковый Андрей поторопился чуть-чуть назад скажу два слова сценарий примерно одинаковый нарушается изоляция соответственно возникают побочные токи короткие меж витковые замыкания ну и соответственно автоматика останавливает весь комплекс на следующих слайдах более такие драматичные то есть вот в данном случае лопатки вентиляторы покрошили всю эту лобную часть очень такая лапша получилась ну а на другом слайде вот видно последствия КЗ здесь мы уже говорим не о статоре а роторе то есть у нас возможно КЗ как на статоре так и на роторе но чаще всего это не настолько критично в стоимости надо просто смотреть то есть в принципе это возможно ремонт на станции в определенных объемах хотя в целом очень часто требуется зачастую для высоковольтных испытаний возможно там требуется на завод-изготовитель отправка тоже по ситуации надо смотреть от модели зависит следующий слайд водогрейный котел ну это то что уже Иван упомянул события не очень часто с водогрейным возникают чаще всего там автоматика более-менее отрабатывает основная проблема возникает при запуске но вот это классический вариант перегрева когда при запуске запустили горелки оказалось что там котел не заполнен и собственно по сухому поработали газовые горелки но в итоге там кондиционная часть она вот в такой вид превратилась то есть все это под вырезание но это к счастью не так часто ну с горелками чаще бывает основной вопрос что пытаются по горячему запустить не проветривая котлы ну там и хлопки хлопаются такое такое в общем имеет место быть к сожалению следующий слайд это пожары пожары бывают ну с правой стороны это у нас как бы в турбинном цехе пожары как уже справедливо было отмечено практически любой турбинном цехе с высокой долей вероятности приводит к порушению провли потому что у нас все горячие горячие массы воздуха собираются наверху ну и вообще огнестойкость металлических конструкций незащищенных не очень большая начинает вести фермы как ферму повело там дальше уже несущая нагрузка упала и дальше крыша валится но в данном случае кровля удержалась но тем не менее достаточно большие повреждения кроме того у нас пожары бывают на инфраструктуре то есть это вот даже на градирнях достаточно распространенная вещь тоже случается несколько раз 10 лет потому что в градирнях внутри ну это либо во время ремонтных работ чаще всего когда она не под эксплуатацией но градирни очень часто там пластиковое наполнение либо в ходе ремонта когда леса горят они очень хорошо бодренько тяга большая при водоприток воздуха есть поэтому выгорает быстро ну к счастью не настолько критично для производства особенно если зимой то не всегда как бы градирни нужны задействованы для жарких ну для южных регионов градирни конечно более существенные я не стал на этот слайд пожаротрансформаторов выносить это тоже на самом деле большая составная часть теплоэлектростанций но учитывая что на прошлой вебинаре мы уже как бы рассматривали частичные форматы я не стал выносить ну и на следующем слайде пожар тоже в турбинном цехе на угольной электросанции тут уже собственно говоря Иван упоминал этот пожар это собственно говоря слева вид на отметке плюс 90 метров снизу вид на отметке 0 ну просто для общего представления чтобы было понятно что высота котла угольного порядка там 80 метров там конечно там сам сам сама зона горения она конечно поменьше получается где-то с отметки плюс 30 до 80 но снизу там золоприемники подготовка и увеличение достаточно масштабный пожар и восстановление заняло мне кажется более 4 лет мы до конца даже не отслеживали потому что лимиты были выбраны и страховщики уже утратили дальнейший интерес когда это было закончено но впоследствии крупных пожаров они пожары не так часто случаются не так часто случаются по сравнению с поломками но магнитуда убытков конечно существенная и если условно говоря хотя сравнивая если взять количество поломок и умножить на их количество и сравнить с пожарами и тоже умножить на их количество наверное суммарно примерно одинаковые циклы получится то есть более частые события с меньшим с меньшим ущербом все равно они достаточно большие выгенерируют в совокупности ну и следующий слайд тоже пожар тоже был упомянут зимой это очень критично да потому что сразу начинается расхолаживание но это процесс расхолаживания к сожалению для всех объектов критичен не только для теплоэнергетики и внестянке и в любом производстве поэтому там первым первым делом встает вопрос о создании теплового контура с тем чтобы попытаться сохранить по крайней мере то иное оборудование которое находится в этом же здании раскрываются пологи запускаются пары теплогенераторы машины мобильные собственно говоря начинают бешено сжигаться из топлива для генерации тепла но это расходы на минимизацию которую в конечном итоге тропщики оплачивают поэтому при оценке конечно тоже такие моменты надо учитывать что такое вполне себе возможно следующий слайд ну это уже такая про что собственно говоря уже в большинстве случаев и не вспоминают потому что это вроде какая-то вспомогательная инфраструктура вроде не самое основное оборудование но опять же на нашей памяти несколько случаев обрушения дымовых труб было дымовая труба это тоже на самом деле непростая инженерная конструкция она тоже находится под тяжелыми нагрузками дымовые газы достаточно горячие окружающие воздух холодный возникают собственно говоря растяжение натяжение кроме того как собственно говоря топливо не чистить все равно присутствуют серы оксиды серы оксиды азота в соединении с водой понятно что образуется серная и азотная кислота серная азотная кислота оседает на стенках добирается до арматуры бетонных конструкций в конечном итоге начинается разрушение разрушения поэтому вопрос обслуживания вопрос обслуживания дымовых труб он тоже значимый их нужно контролировать смотреть я слабо представляю что в рамках серверского отчета риск инженеры лазили на трубы все-таки там альпинисты этим обычно занимаются с разрешением на высотные работы но проконтролировать по документам по крайней мере что страхователь это свежий контролирует нужно обязательно и был у нас один случай когда горела водород взорвалась водородная ресиверная у нас надо понимать что любая теплоэлектростанция она достаточно насыщена различными опасными веществами которые могут гореть и взрываться и в частности водород у нас зачастую является охлаждающим агентом для генераторов и соответственно присутствуют на многих станциях присутствуют водородные ресиверные но собственно говоря вот эта последствия вот в этом месте где посередине валяется немножко помятая емкость на самом деле стояло здание с шестью емкостью ресивера но вот его изничтожило утечка водорода в соединениях известно что в соединении с воздухом в соотношении 1 к 3 по-моему гремучая связь создает которые взрывоопасны поэтому к сожалению на инфраструктуру тоже нужно обращать внимание не добавил сюда пожары на собственно говоря мазутых хранилищах но тоже как бы случаи когда имели место пожары разрушения емкостей в виде резервуаров высоких стальных имели место быть и тоже последствия очень большие особенно с точки верения ответственности как показала практика особенно когда это загрязняющая субстанция попадает в водоохранный объект ну на следующем слайде некие такие статистические данные про то какие события имеют место быть ну и собственно говоря к чему по магнитуде событий как уже было сказано наиболее тяжелые по последствиям пожары взрывы частота реализации у них в нескольких событиях 10 лет размер убытка если мы говорим по теплоэлектростанциям где используется в качестве биг-газ ну обычно там в пределах 5 миллиардов без бия по поимуществу поломки поломки ну в пределах 1 миллиарда генераторы 200-300 миллионов ну тут опять же надо смотреть что сейчас вопрос цены очень такой лободневный вопрос дожимные компрессоры ну порядка 100 миллионов ну и внешние воздействия да имеют место быть но обычно не настолько критично не настолько критично хотя в общем 50 миллионов верхняя оценка ну она такая оптимистичная иногда может быть и больше у нас был были случаи когда наводнения ну там просто не тепловая электростанция а именно гидроэлектростанция там фавод к выводу они достаточно к серьезным повреждениям привели следующий слайд по событиям на угольных электростанциях ну собственно говоря здесь магнитуда пожара побольше за счет того что упомянуто событие которое Иван упомянул там по имуществу по имуществу выток был порядка 15 миллиардов ну 13 если бы точнее там детально не разбивалось потому что суммарно выток поломки турбин они менее масштабны в том плане что компетенции компетенции по эксплуатации паровых турбин у отечественных специалистов достаточно хорошие поэтому в этом плане как бы тут проблем с паровыми турбинами у нас существенно как бы меньше с поставками ну с генератора генератора на самом деле что газовые что паровые там примерно один ряд модельный поэтому одинаковые оценки ну и по внешним воздействиям их надо конечно учитывать но в целом это не самый критичный момент случаев гибели ТЭС от землетрясений на нашей памяти слава богу не случалось я думаю что это действительно актуальный вопрос но все-таки у нас в европейской части технические опасности поменьше вокруг Байкала есть у нас места где высокая техническая опасность но все-таки в Советском Союзе старались строить там где риски землетрясений поменьше я думаю что может Иван меня поправит но к счастью не встречались не встречались следующий слайд это у нас уже по мазуту по мазуту ну собственно говоря тоже примерно одинаковый набор примерно одинаковый набор сценариев ну единственное что опять же как таковых все-таки используется под мазут менее менее проектная мощность турбинок поменьше и поэтому собственно говоря и магнитуда убытков поменьше следующий слайд но это для общего представления собственно говоря это попался неплохой собственно говоря в зарубежной практике анализ собственно говоря фактура по стоимости постройки различных различных собственно говоря тест там простого цикла с ПГУшкой собственно говоря показано ну собственно говоря видно что средняя цена вот самой простенькой 100 мегаваттной электростанции в 21-м году составляла порядка 122 долларов США если там говорить уже там про ПГУшки там до 450 миллионов долларов достигало но при этом показательно ну это очевидно что чем больше мощность в конечном итоге цена цена одного киловатта строительства она в общем-то существенно меньше ну не существенно меньше как бы понятно что 10% по большому 10-15% разницы в целом в целом общий подход который был для грубых оценок он всегда сводился к тому что строительство объекта тепловой электрогенерации примерно 1000 долларов стоит 1 киловатт 1 киловатт мощности насколько это правило в нынешних условиях сохраняется не подскажу но надо смотреть какие тенденции будут быть какие будут в дальнейшем ну и основная проблема которая на текущий момент возникает имеет место быть степлоэлектронной генерации но она собственно говоря она связана с импортозамещением потому что основная проблема в чем что у нас в 23-м году G.E.R.U.S. прекратила работу Siemens тоже ушел остались компании современные был СТГТ Siemens сейчас современная российская компания но ключевым является что западные производители не отказывают обслуживать и ключевое отказывают поставки оригинальных запчастей к сожалению параллельный импорт здесь практически невозможен потому что это изделия счетные и собственно говоря за каждой такой установкой есть абсолютно четкое понимание как она обслуживается какие запчасти ей нужны какие лопатки производятся невозможно для китайской какой-то турбины купить лопатки которые будут поставлены в Россию потому что все как я уже сказал все турбины наперечет и собственно говоря параллельный импорт здесь практически невозможен техническое обслуживание поэтому условно говоря у нас просто чтобы было понимание процесс сходится к следующему то есть на текущий момент эксплуатанты правдами или неправдами обеспечивают как минимум инспекционный контроль слава богу условно говоря есть возможность специалистов отечественных или привлеченных из стран которые не относятся к недружественным привлекать для инспекции и тоже посмотреть техническое состояние убедиться что там не начались никакие негативные процессы если обнаруживается негативный процесс то тут по большому счету у эксплуатанта два варианта либо то есть условно говоря во время малой инспекции залезает залезает специалист говорит ребята у вас трещины на такой лопатке обнаружены возникает вариант либо за счет каннибализации эти лопатки снимать с таких же турбин но при этом возникает вопрос балансировки то есть как минимум нужно иметь возможность сбалансировать чтобы не было биений чтобы не было вибраций потому что все равно лопатки имеют развесовку различную либо не исключаю не исключаю такой вариант о том что всегда мы понимали что у страхователя есть вариант застраховаться и ждать пока не сломается ждать пока не сломается покрытие всегда работает следующим образом естественно износ исключен но все последующие убытки под покрытием и понятно что такая дефектная лопатка второй момент который при этом возникает дефект который был известен страхователю но доказать что этот дефект был известен страхователю тоже это отдельная проблема обычно документальных следов об этом нигде не остается и поэтому просто надо иметь ввиду что в нынешних условиях риски поломок существенно растут для западных для западных когда происходит поломка когда происходит поломка отдельным отдельным кейсом становится установление причин потому что если мы жили в парадигме прежней что в конце концов производитель забирал турбину разбирал и имелся прямой доступ прямой доступ к турбине то к элементам разбора можно было металлические исследования провести то в нынешних условиях даже разобрать турбину некоторых зекторителей целая техническая проблема потому что нет несоответствующих инструментов нет ни мануалов как это сделать корректно не разрушив не поломав в ходе разборки собственно говоря эту турбину и возникает проблема с тем что нет возможности установить причину соответственно классифицировать события в качестве страхового не страхового а далее даже если идти по пути что нет применимых исключений при любых раскладках возникает вопрос связанный с методами восстановления метод восстановления нету возможности поставки запчастей собственно говоря имущество не может быть восстановлено в прежнем виде и соответственно встает вопрос а что делать дальше потому что смена к сожалению к сожалению все эти тесты они очень сильно завязаны на собственно говоря на тип турбины потому что если меняется ГТУ это практически полная замена всего это фундамент это маслоснабжение это практически новое строительство и это существенно как бы тоже влияет на оценку максимального ущерба сейчас основное понятно что в нынешних условиях когда мы понимаем что нету возможности рассчитывать на импортное соответственно переход осуществляется я так понимаю что давно шел разговор о том что силовые машины у них есть энергетическая турбина на 170 мегаватт которая будет в качестве базовой для стройки но вот у нас 170 мегаватт это самый верх который есть других более более высокомощных турбин отечественной разработки их в настоящий момент отработанных нет и это означает одно что в рамках внедрения развития вот этих установок это будет в какой-то степени экспериментальной неокровские которые будут сопровождаться детскими болезнями которые будут приводить опять же все эти факторы в конечном итоге означают что конечно это все говорит о том что степень риска по данным видам объектов она естественно будет выше понятно что это означает что должно быть либо выше премии либо собственное движение страховать должны быть выше то есть франшизм должна подниматься существенно ну вот просто эти факторы надо учитывать ну на этом у меня пожалуй все готов передать слово коллегам нашим симлис принимайте эстафету ой спасибо большое хотела вообще поблагодарить всех ораторов предыдущих было очень интересно и познавательно я бы хотела тогда вкратце остановиться на основных аспектах страхования в области тепловой электрогенерации и остановиться на некоторых судебных кейсах по части из которых я там была непосредственно участником и собственно да рассказать о каких-то нюансах тонкостях практически из первых уст ну прежде всего хотелось бы отметить что базовое страхование в тепловой энергетической генерации можно разделить на три направления которыми характеризуется данная область что мне в общем-то кажется напрямую связано с этапами собственно строительства этих объектов и их последующей эксплуатации то есть в принципе это этап строительства это страхование монтажных работ здесь же этап строительства это страхование гражданской ответственности подрядчиков и проектировщиков и всех иных причастных лиц к строительству этого объекта и очень часто естественно страхуется период гарантийных обязательств после сдачи объекта и во время его дальнейшей эксплуатации эти виды страхования конечно не исключают и страхование в принципе вот да как говорится каска да страхование имущества машины оборудования от поломок то есть можно сказать что в принципе все эти скажем так виды страхования они компонуются мне кажется по желанию клиента страхователя могут включать в себя полный набор рисков начиная от непосредственно осуществления строительномонтажных работ и заканчивая естественно периодом гарантийных послепусковых обязательств часто происходит и страхование мышцы от поломок машины и оборудования от поломок и в то же время страхование строительно-монтажных работ что как раз у нас появилось в одном из дел такой случай но об этом я чуть попозже расскажу при страховании собственно при страховании в зависимости там от видов от рисков наступления соответственно определяется страховой случай то есть это может быть и поломка машинооборудования либо в результате ошибок упущений допущенных при производстве проектных строительных монтажных работ либо соответственно период гарантийного обслуживания когда страхуются то это гибель или повреждение застрахованного объекта сданного в эксплуатацию вследствие ошибок или упущений допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта или ошибок упущений допущенных при производстве проектных и строительно-монтажных работ но которые были выявлены в период гарантийной эксплуатации. Конечно же, очень часто при страховании после пусковых гарантийных обязательств страхуется и покрытие перерыва производства. На мой взгляд, анализ большого количества договоров страхования говорит о том, что страхование построено по принципу того, что все объекты страхуются от всех рисков, то есть страховка покрывает гибель или повреждение от любых непредвиденных и внезапных событий, которые не исключены договорами и правилами страхования соответственно. То есть при этом, собственно, наличие вот этих прописанных исключений в полисе или правилах страхования не всегда позволяют избежать непонимания условий страхования со стороны страхователя, и что, конечно, влечет переход спора в судебную плоскость. Одной из наиболее часто встречающихся причин для таких разногласий, конечно, является первой причиной страхового события. И не менее важной отсюда следующей же частью компонентом наступления событий возникновения обязанности страховщика – это причина-следственная связь между ущербом и причиной такого ущерба. Вот, собственно, наверное, говоря об этом основной причине возникновения судебных споров, ну и, в принципе, как бы возникновения, скажем так, какого-то непонимания между страхователем и страховщиком, это вот как раз один из кейсов – это ТГК-14, и страховщик был капитал страхования. Там в 2010 году на Приоргунской ТЭЦ произошла поломка турбогенератора. Причин, на самом деле, было какое-то большое множество. Был составлен предварительный отчет от Жастера со стороны страховщика, был составлен акт расследования со стороны страхователя, и, в общем-то, всем, как базово, казалось, что событие страховое. И основная причина заключалась в разильном износе металлолопаточного аппарата. Почему возникал разильный износ – это ухудшение качества пары перед турбиной, вследствие его загрязнения продуктами коррозии при неэффективной консервации котлоагрегата. Но, тем не менее, коррозия, как обычно, износ, плюс-минус этот риск, он не всегда в покрытии, но в данном случае был в покрытии, и, в общем, страховщик заплатил аванс в размере 3 миллионов рублей и ожидал какие-то дальнейшие документы по расследованию этой аварии. После чего через какое-то время появляется совместный акт страхователя Ростехнадзора, и там уже немножко другой вид на причину аварии. В частности, появляется, помимо имеющегося разильного износа, появляется элемент того, что этот разильный износ вызван неудовлетворительным качеством производственных должностных конструкций и несоблюдением сроков и невыполнением в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования устройств. То есть, увидев данные акта Ростехнадзора, страховщик, в общем-то, понял, что среди исключений в этом полисе, в этом покрытии есть как раз такое, такие обстоятельства, и отказал признание событий страхового случая и, собственно, попросил вернуть ранее выплаченный аванс. Страхователь, естественно, с этим не согласился, и стороны оказались в суде. Очень интересно, в общем-то, с какой-то точки зрения развивались, извините, события в суде, потому что ни одна из сторон не просила о назначении судебной экспертизы для того, чтобы определить истинную причину, первопричину этой аварии. В итоге суд сам, в общем-то, изучал вот эти документы и документы Ростехнадзора и, в общем-то, согласился в первой инстанции с мнением страховщика, что это не страховой случай. И указал, что причиной, первопричиной возникновения эрозионного износа является неэффективная консервация основного оборудования, там, не знаю, не проводятся водные отмывки проводяного тракта, заполнение котлов проводится неподготовленной водой и так далее, и так далее. То есть какие-то такие технические вещи, которые, естественно, лежат на плечах страхователя. И постановил, что из содержания акта Ростехнадзора считывается прямая причина-следственная связь между указанными недостатками нарушения правил эксплуатации и возникновением разинного износа, который привел к уреждению страхованного случая. В итоге в доплате страхового замещения было отказано, а аванс, собственно, был взыскан со страхователем. И страхователь с этим решением суда не согласился. Обратился в суд апелляционной инстанции, где сказал, что вот, собственно, вот эти вот нарушения эксплуатации носят предположительный характер и не имеют какого-то фактического подтверждения. И суд апелляционной инстанции совершенно иначе. Я посмотрел на документы, то есть точно так же, как и суд первой инстанции все-таки решил разобраться, что же явилось причиной, первопричиной этой аварии, и назначил судебную экспертизу для определения этой первопричины. И в частности, есть ли, собственно, прямая причина-следственная связь между действием страхователя с нарушением эксплуатации и самой аварии. Но здесь история, можно сказать, как сказать, обрывается, потому что экспертиза была проведена. Видимо, она содержала ответы не те, которые, скажем так, устраивали страховщика, или, скорее всего, просто опровергали его позицию о прямой причине-следственной связи и стороны в данном конкретном деле заключили мировое соглашение на там компромиссную выплату. То есть и, условно говоря, как это называется, ни нашим, ни вашим. Я к чему, собственно? Это дело, о чем говорит о том, что, с моей точки зрения, особенно когда вы оказались в суде, то, конечно, в силу сложности самого объекта страхования, да, технологических процессов, которые там происходят, сложности конструкции. Если, условно, из актов Ростехнадзора или других там экспертных исключений не следует прямо, что вот причиной является конкретно то-то и то-то, то лучше, скажем так, провести какую-то экспертизу судебную или досудебную для страховщика, чтобы удостовериться в том, что является ли это событие страховым или не является. Собственно, вот такой подход, на самом деле, к определению причин аварии, а в чем он заключается? В том, что указываются практически все причины. Вот сколько я видела в своей практике актов Ростехнадзора, они, ну, их можно понять, они собирают все, что прямо или косвенно связано с этим событием. И получается, что тем или иным образом, собственно, в этой аварии виновата какая-то вот куча факторов, и в итоге невозможно установить все-таки единственную первую причину, которая и послужила причиной той или иной аварии. Так, а можно, наверное, следующий слайд уже мне включить? Собственно, вот такой подход к написанию актов расследования, особенно со стороны Ростехнадзора, и стал причиной обращения и вообще перехода в судебную плоскость, упоминавшейся здесь уже страхового случая, страхового события, это Березовская ГРЭС. Я напомню, что там был страховщик, страховая компания ЧАПО, это был страховщик как раз по договору страхования машин, поломок и оборудования, который заплатил страховое возмещение своему клиенту. Это ПАО ЮНИПРО, когда-то раньше это был, как это, объединенный, четвертый генерирующий компанию оптового рынка электроэнергии. Заплатил страховое возмещение 26 миллиардов и 100 миллионов рублей и, собственно, получив право субрагации по Гражданскому кодексу, решил возместить это страховое возмещение с виновных лиц. Это дело было прекрасно всем, начиная от того, что причины аварии анализировались как минимум в трех документах. Это акт Ростехнадзора, отчет МЧС и заключение ЦКТИ. Давайте я напомню просто, да, что там произошло. Там, ну, я думаю, что и так все тут, в общем-то, прекрасно знают, что там произошло. Но, тем не менее, официальной причиной, там, условно говоря, пожара, такой поверхностной, это разгерметизация мазутопровода, которая произошла, в свою очередь, из-за неудачной конструкции отводов. И дополнительными факторами, способствующими этому разрушению, явились выявлены отклонения от требований проекта. То есть там была заменена сталь на менее прочную, были выявлены какие-то многочисленные технологические дефекты в сварных соединениях и так далее, и так далее. Уже не говоря о том, что сам, скажем так, эксплуатировщик этого объекта тоже допускал нарушение эксплуатации, нарушение правил и норм, выразившееся в, например, наличии деревянных мастилов рядом с как раз вот этой угольной мельницей, на которую наседала активно вот эта угольная пыль, как раз то, о чем рассказывал Иван, да, эти технические моменты, и на которую капнул вот этот мазут из-за образовавшейся от этой микродырочки и начался пожар. Причем это был не первый пожар на Березовской ГРЭС, по-моему, там где-то там за год до этого было что-то очень похожее, но он, конечно, совершенно был не таких масштабов, его как-то удалось даже быстро затушить, и он, в общем-то, в принципе, не особо афишировался. Вот, и, собственно, вот эти все факторы какие-то сопутствующие, там, связаны, не связаны уже с этими, там, даже были, там, мазут, обмотка, значит, вот этого мазутопровода, да, теплоизоляционная была, тоже указана в качестве причин пожара. И, собственно, страховая компания ЧАП, почитав все эти документы, решила, что самым правильным, наверное, на тот момент будет подача иска ко всем подрядчикам, которые делали все эти работы, и взыскание с них солидарно, в солидарном порядке вот эти 26 миллиардов. Работы, как я уже говорила, были совершенно разные, то есть, начиная, кто-то делал проектные работы, кто-то делал монтаж мазутопровода, кто-то занимался поставкой этих трубопроводов, проводил пусконаладочные работы, там, установки теплоизоляции и исследования сварных швов и так далее, и так далее. То есть, собрали буквально всех. Там было 11 подрядчиков. И, значит, нюансы, как бы, этой позиции страховой компании в ЧАП, скажем так, которые, мне кажется, были, усложнили, в общем, мне кажется, им жизнь серьезно в суде, это было, во-первых, правовые такие элементы, в частности, то есть это предъявление требований в солидарном порядке. Я не буду углубляться там в какие-то правовые детали, но скажу кратко, что так, условно говоря, делать нельзя, когда у тебя все ответчики, причинители вреда потенциальные, связаны с пострадавшей стороной своими договорами, там, подряда, каких-то оказаний услуг и работ. То есть их правоотношения были построены в рамках отдельных договоров. И, соответственно, ответственность, если таковая была бы установлена, она может идти только в рамках отдельных договоров, что исключает применение требований к ним в солидарном порядке. То есть они не вместе делали в одном договоре все свои работы, а каждый в рамках своего. То есть невозможно в данном случае говорить о неделимости обязательств, которые как раз требуются при солидарном предъявлении требований. Далее, собственно, страховая компания ЧАП на протяжении всего процесса, я думаю, совершенно мышленно, по определенным, очевидным причинам, совершенно не афишировала тот факт, что ее же собственный страхователь, ПАО ЮНИПРО являлся ровно таким же виновным лицом в этой аварии, как и там, условно, все остальные там подрядчики. И я даже могу сказать, что ее вина, вернее, ПАО ЮНИПРО была достаточно существенной. То есть и отсутствие надлежащих, соблюдение надлежащих правил эксплуатации, и наличие вот этого деревянного настила, который, естественно, является легко воспоминяющимся, и еще много чего. Поэтому в суде процесс шел у нас примерно следующим образом, что каждый подрядчик, который был привлечен к этому делу в качестве ответчика, собственно, говорил одно и то же, что, уважаемая, значит, страховая компания ЧАП, вот у нас есть договор, мы по нему все свои услуги сделали без каких-либо, исполнили без каких-либо замечаний со стороны заказчика. Более того, работы были приняты. Собственно, опять же, никаких замечаний не было. Некоторые работы по сварным швам были проверены дважды. Там, условно говоря, теплоизоляция на мазутопроводе, она имеет какие-то очень высокие показатели по своим теплоизоляционным свойствам. И, в общем-то, в конце концов, именно такие работы, именно такие материалы и стали были предусмотрены проектом. То есть мы за проекты не отвечаем, уважаемый ПАО Юнипро и страховщик. Мы делаем только то, что вы просите нас делать в рамках проекта. Вот, кроме того, собственно, там еще немножко у нас разлетелся у ЧАБа, скажем так, состав этих ответчиков, потому что ПАО Юнипро в какой-то момент стало известно, что он ограничил страховой компании ЧАБ право суброгации к одному из ответчиков. Там был такой зарубеж-энергопроект, подрядчик. Поэтому, собственно, у нас, по сути, получалось не 11 ответчиков, а 10. Но при этом требования вот этих 26 миллиардов между ними никак не распределялись. То есть как продолжал ЧАБ говорить о том, что Катин со всех 26 миллиардов, так, собственно, и оставался. В рамках этого дела были проведены, значит, дополнительные исследования, внесудебные, но которые были приобщены к материалам дела. Там были проведены моделирования, даже натурные эксперты, извините, эксперименты по возможности возгорания мазутов от, значит, когда он просто там эта капелька капает на деревянный настил, или просто рядом с ним на какую-то металлическую поверхность. Была собрана масса таких исследований, которые, в общем-то, опровергали выводы и акта Ростехнадзора, и отчета МЧС, и заключение ЦКТИ. ЦКТИ – это как раз делало заключение по сварным швам, по этой стали и по твердости этих сварных швов, как они были сделаны. То есть они говорили о том, что они были сделаны неправильно, плохо сделаны, поэтому отвод и разрушился, и этот мазут начал вытекать. Одна из существенных проблем для, мне кажется, для истца, в первую очередь, была в том, что все эти три основные документы, как я уже говорила, отчет МЧС, Ростехнадзора и ЦКТИ заключения, они противоречили друг другу. Ну, прям вот буквально противоречили. Как пример, отчет МЧС пишет, было установлено наличие отдельных участков, на которых применены конструктивные решения, и обеспечивают полную изоляцию поверхности трубопроводов от возможного попадания мазута. И говорят о том, что это дефекты и недостатки проекта в конструкции, изготовления и монтажа. Но при этом, то же самое говорит Ростехнадзор. Но при этом сам Ростехнадзор в другом разделе своего акта расследования говорит, что фактов, подтверждающих работу оборудования в районе мазутного кольца со снятой теплоизоляцией комиссии не установлено. И вот там все как бы немного противоречило друг другу. И в какой-то момент, в какой-то момент все-таки было заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы. Понятно, что подобрать учреждение, которое, скажем так, выдаст заключение, которое сможет лавировать между всеми этими документами, но при этом действительно установит первую причину, было подобрать очень сложно. Тем не менее, ходатайство было заявлено, вопросы поставлены, но суд, опять же, как было там в предыдущем деле, отказал на назначении экспертизы. И, собственно, потом просто отказал в иске. Решение, на самом деле, очень такое лаконичное получилось, но, может быть, это и к лучшему, потому что разбирать, условно говоря, все несовпадения и противоречия вот этих вот трех основных документов, особенно вкупе с каким-то дополнительным доказательством, которые представляли стороны, это была, это такая техническая работа и не очень, скажем так, не в первую очередь относится к деятельности суда. Тем не менее, суд сказал, что причина, причина аварии, вот какая есть основная, не установлена. Все отрядчики и подрядчики, которые там есть, они вот предоставили доказательства надлежащего исполнения своих услуг и своих обязательств, что подтверждается там и фактами приемки и так далее, и так далее. И, соответственно, правовых оснований для взыскания с них вот этого выплаченного страхового возмещения судом установлено не было. Насколько я помню, даже была, по-моему, нет, нет, не было даже попытки обжаловать эту апелляцию, то есть вот тоже достаточно редкое явление, когда страна, заявляя такой крупнейший, один из крупнейших исков, в принципе, по взысканию страхового возмещения, даже не обжалует его в какие-то вышестоящие суды. Но я думаю, что там все, конечно, было возмещено за счет перестрахования, что, конечно, снизило там какую-то финансовую напряженность, поэтому в итоге я думаю, что глобально никто не остался, скажем так, в накладе, а подрядчики, которые занимали активную позицию, судья тоже не понесли, скажем так, неправомерно какой-то финансовую, не понесли вину и финансовые негативные последствия. При этом хотел бы еще отметить, что вот в этих спорах зачастую еще есть отдельный подвид таких споров, когда у страхователя, страховщика возникает непонимание и разногласия по поводу объема выплаченного страхового возмещения, даже при признании события страховым случаем. Так, например, в 2011 году произошла авария на Краснодарской ТЭЦ, там были причинены повреждения турбоагрегатору, там производителя Mitsubishi Corporation, и произошел аварийный остановка турбины. Здесь, собственно, то же самое было, то же страхование с ответственностью за все риски, и страховой случай гибли и порождение страхованной мышцы в результате непредвиденного воздействия, за исключением там определенных указанного в договоре случаев. И эта авария произошла в результате попадания народного материала в подшипник, там, одной из этих ГТУшек. И подшипники, связанные с ним алименты, были порождены. Страховщик выплатил страховое возмещение, там, в размере примерно 14 миллионов, страхователь бы считал, что должно быть выплачено больше, около 40. Собственно, опять же, стороны оказались в суде, и страховщик объяснял свою логику такой выплаты, размер страховой выплаты, тем, что он возмещает только те расходы, которые имеют непосредственное отношение к наступившему страховому случаю. То есть, повреждение вкладыша в результате попадания народных материалов. При этом, было представлено заключение специалиста, который указал о том, что устройство маслосистемы газовой турбины исключает попадание постороннего материала за пределы фильтрующего резервуара смазочного масла. В связи с чем, рекомендации завода-изготовителя о демонтаже и проверке остальных опорных подшипников, отдельных узлов маслосистемы и так далее, являются избыточными для страховщика. То есть, страхователь, конечно, может руководствоваться, наверное, должен руководствоваться какими-то рекомендациями завода-изготовителя, но это абсолютно не означает, что данные расходы будут возмещены страховщиком, поскольку они, в данном случае, в силу технического устройства этого узла, этой турбины, просто не связаны со страховым случаем, потому что туда зайти фильтра, пройти этот народный материал и повредить еще что-то дополнительно просто не мог. Поэтому, собственно, ну и здесь суды однозначно совершенно как бы заняли позицию страховщика и взыскание дополнительного страхового возмещения было отказано. Но есть, например, и другие примеры. И опять же, кстати, хочу отметить, что никакой экспертизы здесь не назначалось. То есть обошлись заключениями экспертов, к которым обратился и привлек страховщик для судебного заседания. Извините, пожалуйста, у нас 4 минуты осталось. Уху. Тогда, окей. Тогда, собственно, я, знаете, хотела бы просто еще отметить, что вот я здесь указываю, что основные причины судебных споров мы там немного коснулись. Вот причины событий, причины следственной связи, но и иногда бывает достаточно часто, что страхователь не понимает, что покрытие ущерба в результате строительно-монтажных работ привязано к конкретному договору подряда, который, естественно, прописывается в договоре страхования и в определенный период. Вот, собственно, на последнем слайде у меня там тоже, на предпоследнем указан кейс Нижне-Туринской ГРЭС. Это как раз вот этот случай, где произошла поломка. Но газотурбинного оборудования, но при этом эта поломка произошла не в результате каких-либо строительно-монтажных работ, то есть не во время, когда ее там устанавливали или проводили после пусковой какие-то, да, там работы, а в результате того, что, как было установлено в суде, что она изначально, эта газотурбинная установка, имела дефекты от производителя. Причем, что особенно по данному кейсу приятно, условно говоря, что страхователь уже получил к тому моменту возмещение от другого страховщика, который просто страховал машины поломки и плюс, в общем-то, получил и какое-то гарантийное письмо от завода-изготовителя о том, что он готов, значит, возместить убытки по этому дефекту, признавая, собственно, это как ответственность на своей стороне. Ну, как видите, это не остановило нашего страхователя, он решил, что может попросить еще страховое возмещение и по договору строительно-монтажных работ, хотя там указан был совершенно другой договор подряда, а не договор поставки, по которому эта газотурбинная установка и была поставлена на Нижнюю Туринскую ГРЭС. Ну, собственно, и последнее буквально заключение. Мне кажется, коллеги много сегодня об этом говорили. Я разделяю, естественно, все эти... этот взгляд, потому что действительно в страховании сейчас сложная ситуация. в первую очередь, конечно, это отсутствие достаточной перестраховочной емкости, все... страхование всех вот таких объектов тепловой генерации, электрогенерации, это огромные суммы. Коллеги уже об этом говорили. Если раньше мы спокойно обращались к иностранным перестраховщикам, то сейчас эта калитка, эта возможность закрыта. При этом, как вы знаете, естественно, РМПК принимает обязательно какую-то часть, но 50% только, но всю оставшуюся часть остается либо там на собственном удержании страховщика, либо он пытается как-то кусочками куда-то где-то ее там дополнительно разместить. Но, опять же, учитывая суммы и размер потенциальных трат при наступлении страхового случая, это, конечно, большая-большая проблема. И, как говорили, конечно, коллеги, это даже при выплате страхового возмещения, ну, потенциально, да, при признании событий, конечно, вопрос все равно о возможности восстановления этих объектов он стоит очень остро. И что автоматом влечет за собой и, конечно, и простой, который, конечно, возмещается страховщиком, но за какой-то определенный период. Все остальное время тоже как бы ложится на, к сожалению, финансовые эти убытки ложатся уже на самого страхователя. Ну, и, собственно, сложность у этих восстановлений получения каких-то запчастей, естественно, ведет к росту самих аварий, поломок, ну, и к росту тарифов на само страхование. Поэтому, вот, к сожалению, негативные тенденции есть, и сложно представить, в общем-то, что может быть, какие убытки могут быть, и как они могут урегулироваться и устанавливаться имущества, если какой-то крупный убыток произойдет. Но будем надеяться, что не произойдет. Спасибо большое. Надеюсь, я не очень это самое как-то вас загрузила своими судебными кейсами. Мне это показалось интересным. На самом деле, можно было бы рассказать гораздо больше, было бы заготовлено гораздо больше. Вот, одно время, как говорится, тайминг надо соблюдать. Спасибо большое, коллеги. Алла, коллеги, большое спасибо, Иван, Владимир, Алексей, за выступление. Я смотрю чат вопросов. Был один вопрос у нас из Казани по поводу обслуживания турбин Симмонс. Я смотрю, что Иван Балашов уже ответил. Иван, пока нас не отключили, может быть, скажете два слова? Ну, коллеги, вопрос в том, что в России есть достаточно компетенций для обслуживания и ремонта газовых турбин, я имею в виду прежде всего человеческий капитал. Специалисты у нас все остались здесь. Тот же Зульцер никуда не делся, и люди помнят, как и что делать. Но вопрос в том, что есть детали, которые изготовить на территории России просто невозможно в силу того, что российская промышленность не в состоянии этого делать. История была на одной ГРЭС Урала, где пытались восстановить два стержня обмотки статора генератора и не смогли правильно воссоздать полупроводящий изоляционный слой, которым обматывается этот стержень. И в результате после того, как эти ремонтные стержни воткнули в генератор, выяснилось, что они греются гораздо сильнее, чем обычные стандартные заводские. А потом и вовсе случилось короткое замыкание обмотки статора. То есть вот в чем причина-то. Люди работать умеют, но вот изготовить даже методом обратного инжиниринга, представьте, что значит изготовить допустим изоляционный слой камеры сгорания, когда он все время поставлялся исключительно заводом изготовителя. Технологии изготовления нет. Я вот о чем и, собственно, и хотел сказать. Спасибо, Иван. У Романа Тулинкова есть вопрос. Роман, включите микрофон тогда, задайте. Да, коллеги, добрый день. Спасибо большое за презентацию и такое выступление. Спасибо Владимиру Ивану за подробное описание технической части. Думаю, в контексте данной тематики тоже вопрос будет интересен. Хочу сказать, что чаще на практике встречаемся с твердотопливными котлами. Иван рассказывал про те, где уголь подготавливается до состояния пыли по пневмопроводам, подается к горелкам. Мы все чаще встречаемся с твердотопливными котлами, где топливо крупной фракции подается непосредственно в котлы. И чаще всего используются такие котлы для утилизации отходов, особенно кородревесных отходов на предприятии переработки леса в России. Но более крупные это я встречал уже не в России, например, в Финляндии, где утилизировались и бытовые отходы в том числе. Но у нас все-таки меньшие мощности, как больше там побочное производство, нежели в основном вот и здесь. Но мы, по крайней мере, помимо тех риск-аспектов, которые коллеги описали, еще видим повышенные риски в местах подачи твердого топлива, то есть предусматривалась там тоже дополнительная система безопасности и пожаротушения, чтобы в случае неисправности задвижек огонь не перекинулся на склад твердого топлива. И то же самое на утилизацию сажи. Вот встречали два вида решений с мокрой камеры утилизации сажи, где отработанная уже вгоревшая сажа падает сразу в мокрую камеру, оттуда достается системой шнековых или прочих транспортеров и с сухими системами. Здесь тогда тоже необходимо предусматривать дополнительное пожаротушение, пожарную сигнализацию в местах утилизации сажи. Вот. И, собственно, сам вопрос хотелось бы Ивану задать, что-то, насколько часто сейчас встречаются, особенно, может быть, с ростом стоимости углеводородных энергоносителей подобных ТЭЦ в России. Считаете ли вы, что это перспективно? Мы можем ли мы их видеть все чаще? И какие еще риск-аспекты здесь нам стоит предусматривать? И второй вопрос по резервуарам с жидким топливом. Вы на слайде 10 и на слайде 17 показали систему первого пожаротушения резервуаров. Опять же, в связи с ростом стоимости энергоносителей и биоклеводородов тоже вопрос становится все более актуальным, особенно для крупных ямкостей, на 20 тысяч тонн и больше. На какие моменты здесь стоит обращать внимание резким инженерам, чтобы оценить эффективно используемые системы пожаротушения. Приходилось видеть и просто сухотрубы выведенные на кровлю, ни к чему не подключенные системы с автоматической подачей пожаротушающего агента. Вот какие приходилось видеть здесь интересные решения, какие есть нюансы. Ну и опять же резервуары с фантомной, с плавающей крышей, с стационарной. Что можете здесь прокомментировать. Заранее спасибо. Привет, Рам, спасибо. Слушай, ну первое, я так полагаю, что ты имел в виду это котлы с циркулирующим кипящим слоем, скорее всего. Ну вот на продревесных опилках, которые работают, например, это в сущности кипящий слой, то есть снизу подается топливо и оно по мере выгорания поднимается кверху топки, да? Ну нет, не совсем там гребенчатый спускающийся в топки нижний слой, который там по мере выгорания дальше его отводит к... А, наоборот, да. То есть вот с такими кипящими слоями вертикальной подачи еще в жизни не встречал, но как бы слышат как раз вот эти палетные системы на топливных билетах, которые там подаются автоматически, я полагаю, про них ты говоришь, да? Да, ну и на угле тоже такие технологии присутствуют. Ну, слушай, у нас угольная электроэнергетика пока что только, я считаю, так более-менее начинает возрождаться после того, как всю дальневосточную генерацию запихали в руки Росгидр. Вот, их заставили это делать, спасибо им большое за то, что они не отказались, попробовали бы. Вот, но тем не менее, пока что применяются более-менее такие классические системы сжигания, ну, по крайней мере, то, что мы видим в Нерингре сейчас строится новый энергоблок, да, потом из новых, из угольных построили новую ГРЭС на Сахалине и спалили один котел во время пусконаладки, вот, но пока вот то, что я вижу по угольным станциям, я, честно говоря, вижу только старые технологии какие-то, вот это дробление в пыль, измельчение, вот это вот все. Сильно большой реконструкции я пока не вижу. Но, то есть, сейчас говорит наше правительство в плане, там, больше экологически ориентированного производства, утилизации отходов, ну, по сути, кроме как сжигания отходов, пока мало, что и выходит переработку, и пока еще не наблюдаешь, да, практики, чтобы подобные проекты строились, реализовывались, но опять же. Ну, про сжигание отходов, та технология, которая у нас есть, под Москвой, четыре станции строят, альтернативные генерирующие компании, им притащили самую, не хочу сказать, самую простую технологию сжигания, вот, которая после себя оставляет массу проблем по экологии так не странно. Одни решают, другие трудно. Да, и на этом все, вот, а так угольная генерация, она была, есть и будет, по той простой причине, что у нас есть уголь, и вся сибирская генерация, она на угле, а зачем им сжечь газ, это им сейчас надо что строить, новые электростанции, угольный котел, если ты его поставил, ты в него газ практически не засунешь, я видел только парочку газоугольных котлов, специально сконструированных, а то была чистоугольная генерация, она останется, никуда не денется, Да, спасибо, а может тогда пару комментариев по пожаротушению. А по пенотушению резервуаров, это вообще отдельная история, на станциях мало кто вообще представляет, каким объемом пенообразователи, какое, что им там надо, и как это все должно быть потушено, вот, они даже, тут есть только один способ, пришел на электростанцию, а что у вас, пенотушение, а какое пенотушение, кратность какая, расход какой, покажите проект, и вот только так, шаг за шагом, по проекту пройдя, можно понять, эффективно вообще у тебя что-то или нет. Я тысячу раз, Ром, прихожу на станцию, какой у вас запас пенообразователя, вот такой, а резерв какой, а что есть разница, вы представляете, вот, а сколько вам надо, а сколько вам надо, они сами этого не понимают, тут надо только самому, Ром, влезать, и ломать голову над тем, потом правильно все это сделано, или нет. Ну, как правило, мы стараемся, да, здесь тоже оставлять рекомендации, чтобы расчет пенообразующего агента, пенопожаротушения, позволял перекрыть не только емкость резервуара, или вот это на пантомной кровле объема, но и всего вот выгораженного, защитного, все обвалования, обваловки, да, по там, визуанной балке, их там 2-4, здесь вот, наверное, основное, на что мы обращаем, а то у них стоят три бака за одним забором, а расчетный случай пожар на одном резервуаре, здрасте. Да, да, ну, и может быть, если там, пара слов, есть возможность, наверное, вопрос к залу, вот, как уже упоминали, такие компании, как General Electric, и Siemens, у них, по съему телеметрии, были огромные там проекты с привлечением в искусственного интеллекта, по predictive maintenance и превентивной аналитике ремонтов. Ну, на моей практике здесь было много разговоров, презентаций, красивых видео у них на сайте, а вот кто-нибудь сталкивался на практике с тем, чтобы такие системы, предиктивной аналитики, вот, на стабильно, качественно работающей турбине сказали, нет, вот ее сейчас надо остановить, и мы тут, наша математическая модель, показала, что надо провести ТО. И это действительно имело смысл. Или сейчас... Нет, но на вращающемся динамическом оборудовании одной компании, мы с моими замечательными друзьями из компании Эльбрус, такую систему видели. В энергетике это слабо развит. Да, я вот о том же говорю, что я их видел, а вот как-то из практики, чтобы они там помогали работе, кто-то с этим сталкивался или нет, или сейчас вообще об этом сложно говорить, потому что производители изобрали это все с собой. Или есть какие-то отечественные аналоги, уже применяющиеся? Никогда не видел, могу только за себя сказать. Может кто-то из коллег порадует нас такой новостью. Телеметрию пишут, но оперативно ее не... Западные производители, по крайней мере, декларировали, что они в оперативном режиме не анализируют. Их позиция была, что они перед ремонтом смотрят эту телеметрию. Поэтому таких предиктивных систем тоже на практике не встречалось. Ну, про отечественных, честно говоря, тоже, навряд ли, по крайней мере, в случае момента какие-нибудь в случае. Алексей, спасибо. Коллеги, большое спасибо за участие, за внимание, за ваше время. Время мы не уложились даже в свои два часа. Надеюсь, что остаемся на связи. Если какие-то вопросы появляются, пожалуйста, пишите в РНПК или вот на адрес ассоциации. Сегодняшний вебинар будет выложен обязательно на сайте Национальной ассоциации страховых аджастеров. Следующий вебинар пока у нас по плану будет посвящен альтернативным методам получения электричества. Все, спасибо большое за внимание. До новых встреч. До свидания. Спасибо, Андрей. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Хорошего. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok